Так, после массажа иду сейчас делать книжку свою, дописывать про деньги. И думаю, надо главу дописать одну, спонтанную, потому что эти мысли, они напрямую связаны с деньгами. И если человек не осознаёт это, то ему да денег вообще, как домой пешком. Так, надо изложить эти мысли. Сейчас кучку, чтобы переслушать, а потом не писать главу. По поводу наших желаний, про встречные желания. Этот мир творим благодаря нашим желаниям. Причём нашим всем желаниям каждой клеточки, и в том числе земли нашей матушки и вообще всей природы. То есть даже у природы есть желание. И у каждого дерева есть желание, у каждого человека есть желание. И благодаря всем встречным желаниям мы творим этот мир коллективно. Блин, и я иду, короче, смотрю на ноги, а они у меня в бахилах. Я из клиники вышла, а бахилы не сняла вот эти вот. Уже прошла, блин, полдороги, думаю, что на меня так люди смотрят. Попробую расшифровать этот знак попозже, после видео. Так, мы творим все наши желания. Пусть и раз об этом уже говорили, но чтобы это, блин, на глубине просто зашло. В организме куча клеточек. И каждая клеточка желает быть нужной этому организму. Потому что если эта клетка будет не нужна организму, и ее тело оторгнет, ну то есть за ненадобностью, она тогда не получит все свои питательные элементы, не получит информацию о других клеточек всего организма. То есть ее существование будет бесполезным, если никакой функции у этой клетки нет. То есть клетка должна ощущать свою нужность, если ей пользуются, если она нужна, если ее функцию берут, если признают ее существование, то есть все остальные клеточки и все тело, то у нее есть возможность существовать в этом теле. Она не может просто быть, если этому нет причины. Причина существования клетки для того, чтобы существовал весь организм и могли существовать все остальные клетки. То есть если одна клеточка пожелала быть нужной, это значит, что все остальные клеточки должны воспользоваться этим. Точно так же все остальные клеточки, которые пользуются этой клеткой, они тоже хотят быть нужными. Им тоже нужно, чтобы эти клетками пользовались и они были востребованы. То есть все в организме существуют благодаря нужности и востребованности, и то, что их проявление используется. И у клетки есть желание. Ну вот, например, чтобы я могла воспользоваться чем-то, мне что-то должно понадобиться. Сейчас я стою на светофоре, надо быть бдительной тут все наблюдать. И к чему я? А, я к тому, что сейчас, подождите, я перейду дорогу и продолжу свою мысль. Так, дорогу я перешла, свою мысль продолжаю. То есть чтобы я была востребована, у всего вокруг должно быть желание меня востребовать. То есть чтобы я что-то могла дать, им должно быть это быть нужным. То есть у каждой клетки, помимо того, что она желает быть нужной и востребованной, есть еще и желание востребовать другие. То есть у нас, получается, встречные такие желания. Когда я хочу написать книгу, это значит, что у всего мира и у всех людей есть желание ее прочитать. Иначе я бы не смогла ее бы написать. Это с одной стороны. То есть я, как клеточка в организме, связана со всеми людьми телепатически. И я считываю желание всего мира написать эту книгу. Иначе я бы просто не смогла бы это сделать. Понимаете? Или художник хочет нарисовать картину, потому что считал информацию со всего мира. Считал информацию со всего мира. То есть как клеточка считывает информацию со всего тела. Потому что каждая клеточка друг другу передает информацию. Мы все связаны. То есть можно считать я такая же клетка, как любая моя клетка в моем теле внутри. Поэтому я буду перескакивать скелетки на человека. Получается, я хочу написать книгу, потому что я почувствовала желание не свое, а всех людей, кому понадобится ее прочитать. То есть заранее знаю о желании. Моего желания мало. Я не могу просто так ее написать. Я могу написать только если она будет нужна. Но, когда я пишу эту книгу, я использую сначала бумагу и ручку, компьютер, интернет, стол, электричество. Поднялась на этаж выше. Хотя мне надо на этаж ниже. Тоже знак. То есть... Сейчас зайди домой. То есть получается... Какая у меня лошадь сзади. Чтобы мне издать мою книгу и написать ее, я считываю сначала информацию со всего мира. Но это мы все делаем так автоматически. Заранее со всех, со всего мира, кто будет читать эту книжку. То есть сначала мне нужно почувствовать желание всего мира. Потом я это желание воплощаю. И... закрываю свою потребность в нужности. То есть я вижу то, что... Я нужна. Поэтому я отдаю эту книгу в мир, да? Или художник пишет картину. Или художник пишет картину. Не важно. То есть мое проявление, оно нужно. Вот. Потому что если бы это было бесполезное занятие, у меня не было бы ни сил, ни ресурсов это сделать. Вообще. Дальше. Чтобы написать эту книгу, мне понадобилась сначала ручка с блокнотом, бумага, краски, там чернила, компьютер, интернет, стол, дом, электричество, интернет-связь. Мне понадобились учителя, которые учили меня писать и читать русскому языку. Мне понадобились родители, которые меня родили. Мне понадобились люди, которые мне в течение жизни приносили какой-то опыт. Благодаря этому я этот опыт выплеснула на бумагу, все эти знания, да. То есть я использовала, вернее, я разрешила, даже не так, я воспользовалась всеми ресурсами, инструментами и людьми, ресурсами, инструментами, которые мне дали люди и которые мне дали, и которые мне дала природа. Потому что люди же тоже, например, строят дом из камня, который в природе. Вот. То есть нам дают и природа, и люди не надо отделять клетка природы, земли или клетка человек, неважно, все мы клеточки, одна больше, другая меньше, но все мы друг другу даем и берем. Так вот. То есть когда я использовала для своего желания проявить себя и написать книгу все инструменты, которые сделали люди и воспользовалась людьми, мамой и папой, например, воспользовалась учителями, которые несли знания, людьми, которые принесли опыт, я отдала дань того, что они нужны. То есть я, получается, признала существование всего этого, что мне дало инструменты и признала их нужность. То есть человек, который изобретал ручку, я, воспользовавшись ей, признала нужность. То есть у человека, который там ее изобретал, появился смысл рождения, существования и проживания этой жизни, потому что он изобретал ручку. То есть он дал в этот мир свои проявления. И каждый тем самым дает в мир проявление. И когда я всем этим пользуюсь, неважно, вот вообще все, что вокруг есть, я признаю существование и нужность этого всего. Точно так же мне, как клетке организма, нужно признание, что признают мое существование все остальные клеточки и весь мир. То есть мы, получается, взаимодействуем друг с дружкой, признавая друг друга. Вот именно улавливать желание и признавать это и есть вот это движение, это и есть вот этот обмен, энергообмен, это и есть те перемены, которые нам дают деньги. Деньги — это просто понятный нам умуобмен вот этот вот. Когда мы признаем все, что вокруг есть, ничего не отрицая и нужность всего, беспрепятственно мы даем всему быть, беспрепятственно разрешаем всему существовать. То есть мы своими желаниями порождаем, то есть я пожелала книгу написать, и я породила этим желанием всех людей, которые поучаствовали в том, что дать мне эти ресурсы для написания этой книги. Я использовала эти ресурсы, я поблагодарила весь мир за то, что он мне эти ресурсы дал, то есть признала существование, признала полезность, признала нужность, и из этих инструментов сотворила новое, которое я даю в этот мир, это опять же признается, и эти люди благодаря той же самой книге, они идут дальше творить, то есть мы вот все время обмениваемся ресурсами, но почему денег-то нет, мы не признаем ничего, неблагодарны, вот благодарность, признание существования всего, то, что мы всем этим пользуемся, и дает нам бесконечное проявление, то есть благодарность, и плюс, когда мы даже благодарны, все принимаем, но при этом себя считаем никчемным, то есть мы можем энергию заблокировать с одной стороны и с другой стороны, с одной стороны, когда мы не берем, и считаем фу-фу-фу, и неблагодарны, мы блокируем этот поток энергии, когда мы все берем, мы благодарны, но себя обесцениваем, говорим то, что я ненужный, я говно, а вдруг я что-то не так сделаю, то есть когда вы останавливаетесь в проявлении, люди по своим желаниям не могут получить то, что им нужно, то есть благодаря моему желанию весь мир рождается на этот свет, чтобы исполнить то, что мне нужно, То есть дать ресурсы. Я нуждаю ресурсы. Благодаря моим желаниям. Точно так же признавая чужие желания. Как чужие? Часть меня. Каждая клеточка, а часть меня. Я являюсь частью целого, но я не то целая. Я просто маленькая клеточка. От меня вроде как ничего не зависит, но в то же время от меня зависит все. Убери одну клетку из этого организма, и он станет неполноценным и больным. И вскоре и умрет. А часы вообще встанут без детальки. То есть мир встанет без каждого. И вот когда вы не цените все клеточки вокруг себя, это с одной стороны, либо не цените себя как клетку, которая также нужна всем, вы не додаете другим их желания. То есть если я не принимаю от этого мира что-то, хоть что-то отрицаю и неблагодарна, то в это время я убиваю те клетки, которые пытались это дать. То есть убиваю в них нужность. Убиваю их существование. То есть у меня вокруг меня получается все рушится и умирает, благодаря тому, что я не принимаю проявления. Я не принимаю то, что несут мне другие клеточки. У меня нет благодарности за их. Ой, сопли прям текут. У меня нет благодарности. Я не заболела. Это как обычно. Я пришла сейчас на массаж, там всякие аромаштучки. Я вот эти запахи все не люблю. Лишние, короче, для меня это большой концентрат запахов и сразу тело начинает чиститься и сопли. Так что не обращайте внимания. В общем, когда вы будете принимать всех и все, каждое чувство, каждое слово, каждое действие, с благодарностью видеть во всем полезность, нужность, то вот этот канал принятия вы закройте. То есть у вас энергия начнет циркулировать. Но одновременно, чтобы она не встала, когда вы в обратку даете, надо и с собой тоже поработать, что ваше любое действие – это желание людей вокруг. То есть если вы не признаете, что ваши действия – это желание мира, то у вас опять энергия встала. То есть с одной стороны можно открыть поток, с другой – закрыть, но он будет всегда заблокирован. Не важно. Вот я всем даю, я всем даю. А что вы там все даете? Нужно, чтобы вот этот поток был, энергообмена постоянный, и чтобы каждый исполнял друг другу желания, чтобы каждый принимал эти желания и исполнял. Нам нужно с обоих сторон поработать, и над собой, и над людьми. То есть принимать все как… Вот прям с таким кайфом, с такой благодарностью, что все есть продукт вашего желания. Все, что у вас вокруг окружает, все, что у вас есть, все ваши ресурсы, все ваши… Все, что вы имеете, да? Надо к этому иметь благодарность. Если этой благодарности нет, ваш поток закрыт. Плюс вам надо также принимать, что именно от ваших желаний. Чем больше вы желаете, тем больше возможностей у людей проявляться. Если вы ни хрена не желаете, то они вам и не нужны, эти люди. И нафига существовать в вашем поле кому-то, если вы ничего не желаете? Как мир может существовать, если вам ничего не надо? На самом деле вам много чего надо, но вы просто скрываете это от себя. Но когда вы признаете, что вам все надо, когда вы признаете, что вам все нужно, что ко всему у вас есть ценность, я не могу это объяснить. Я не могу это объяснить. Могу-не могу, значит, пытаться. Что такое не могу? Это когда я еще мало раз попробовала это сделать, значит, еще раз попытаюсь объяснить. Я себе объясняю. Если всему миру не раздавать желания бесконечные, то для чего ему существовать? Как ему рождаться? Как ему проявлять себя, если мне нахрен это ничего не нужно? То есть у меня должны быть желания. Благодаря моим желаниям рождаются люди, благодаря моим желаниям рождаются их поступки, благодаря моим желаниям рождается все в этом мире. И без нужности вот этой вот ничего бы не было. То есть благодаря тому, что это мне надо, это и появилось. Надо признавать, что это появилось благодаря моим желаниям. Не надо перекладывать ответственность, что это не мои желания. Нет, это было мои желания. Просто мы не понимаем еще, почему это мои желания. Ну это так, ладно. Отвлеченная тема. Ответвление в теме. Короче, принимать весь мир с тотальной любовью и благодарностью, потому что они родились и проявились ради нас, наших желаний. И благодаря этому мы можем взять все эти инструменты, которые они изобретают, делают, дают, неважно, проявлением, любым своим словами, действиями. Все, что люди дают, мне это пипец как надо, потому что это мое желание породило их проявление. Я дала людям возможность жить, я дала людям возможность существовать, я дала людям возможность быть нужными. И точно так же я должна понимать, что все мои желания дают возможность людям существовать. Я должна радоваться от того, что у меня дохренища желаний, и желать желать, потому что жизнь это желание, это бесконечный поток желаний. Когда у вас нет желаний, у вас не будет ресурсов, откуда они будут браться, если нет желания, нет нужности, значит вы это не родите в этом мире. Точно так же и самим надо проявляться. Если вы стыдитесь что-то делать, вы отнимаете у людей все их желания. То есть представьте у каждого бесконечное количество желаний. И вам надо эти все желания каждому исполнить. То есть вы как клетка в этой системе не можете не поучаствовать в этом процессе. Косвенно, любым способом, напрямую или косвенно, мы участвуем в желании любого человека. И природы, и букашки, и таркашки, и дерева. И если вы не проявляетесь, то есть говорите, а вдруг это не надо, вдруг не получится, вдруг не могу, вдруг не умею, не буду делать и так далее, то есть вы отнимаете у всех существование в их желании. То есть получается, люди пожелали, а вы не сделали, и все остались без желания. Они не смогли свои ресурсы получить, потому что вы вдруг решили не проявляться. А представьте, что вы пожелали книгу написать, а люди, которые изобретают эти ручки, вдруг решили, что у них не получится, и не стали пробовать. Вы остались без ручки, и весь мир остался без ручки. Какие последствия, если нечем писать в этом мире? Прикиньте, какой бы был мир, если из него исключить ручки? Или какой бы был мир, если из него исключить бумагу? У нас бы не было ни книг, ни туалетной бумаги, вообще ничего, не придумали бы люди из дерева делать бумагу. Представьте, люди бы не придумали. Мир бы был вообще другой. Но кто-то же занялся производством бумаги, кто-то занялся изобретением, кто-то учил этих людей, кто-то их рожал. Тут такая цепочка, просто вы даже не представляете. Если вы зажали свои проявления, то вы не додали всем людям и всей природе столько, сколько от вас требуется. То есть вы, получается, убиваете этот мир, когда, первое, не желаете, второе, не признаёте свои желания, третье, не благодарите, четвёртое, не проявляетесь, не делаете и останавливаете себя. То есть я бы не смогла попить чай, если бы один чувак какой-то сказал бы из всего мира, один, не два, не десять, хотя бы один, сказал, я не буду это делать, у меня не было бы кружки или чайника, или чая, но чего-то бы у меня не было, у меня тогда вообще бы ничего не было. Потому что без кружки, опять же, какой был бы мир? Мы настолько взаимосвязаны, и чтобы были деньги, нужны постоянно вот эти перемены и постоянное взаимодействие. То есть принимаем, отдаём, с благодарностью, всё принимаем и всё отдаём, всё принимаем, понимаете? Вы должны принимать как свои проявления, так и проявления всех людей. Вы должны благодарить, я не знаю, каждую букашку, которая мимо вас пролетела. Если вы начинаете этот космос просто улавливать вот в этих словах, вы просто охереете, и вам уже деньги не понадобятся. И не только деньги не понадобятся, ну, как бы весь мир и так на благо вас трудится, а вы на благо него. И вам уже не надо будет думать о деньгах, вы будете обеспечены всем в этом мире. Но это же вы сами не принимаете от этого мира всё, что он щедро раздаёт. Это же вы сами не даёте этим людям проявиться для вас, потому что вы зажимаете себя, вы зажимаете свои желания, зажимаете благодарность, вы зажимаете показать нужность всем, как свою, так и других унижаете, уничтожаете, не даёте им проявить нужность свою, понимаете, каждому. То есть у вас чего-то нет не потому, что этого нет, не потому, что вы такой, не потому, что вы родились в не той семье, не потому, что... А вы должны дойти до того, чтобы понимать, что всё будет только в том случае, если вы позволите каждому быть, каждому существовать, каждому проявляться, потому что каждый для вас ботрачет, рождается только ради вас, и ботрачет ради вас, и делает всё ради вас, чтобы вы пользовались этими инструментами. Но вы не принимаете эти инструменты, вы, не приняв инструмент, и себе ничего не получили, не сделали, и убиваете все делишки и проявления остальных людей. То есть вы не только себя уничтожаете, но и этих людей всех уничтожаете, что вы не принимаете то, что они пытаются вам дать, для вас создавали. То есть их смысл существования был создать это, не важно что, хотя бы одним словом как-то быть косвенно, случайным оброненным словом, косвенно, как-то человек поучаствовал для кого-то, вдохновил его стать врачом, он вылечил вашу маму, благодаря чему она не умерла, родила вас, не важно, все настолько взаимосвязано. И вот это вот не видеть, обесценивать все, это пипец, ребят, поэтому у вас ничего и нет, и не будет до тех пор, пока вы не оцените этот мир и каждое ваше проявление, насколько оно космически охуенно дает всему миру существовать, благодаря вашим желаниям, благодаря то, что этим пользуетесь, благодаря то, что вы с жадностью берете все инструменты и используете, благодаря тому, что вы пьете чай, вы позволили многим людям родиться, понимаете, только потому, что вы захотели этот чай, то есть породило ваше желание его рождения, потом благодарность за то, что вы использовали, и он такой, блин, я нужен. кайф, значит, существую дальше, дальше творю, вот, и благодаря их желаниям, то, что им нужно, вы свою нужность проявляете, а вот вы не будете никому нужны, вот ваше проявление, никому, как, вот вам много чего не надо, и представьте, этим людям вы не нужны будете, ну и нахера тогда жить, я же даже не смогу ни попить, ни покушать, потому что где я возьму еду, если мне ее никто не даст, потому что зачем мне ее давать, если я не нужен, за что и как я ее получу, природе надо, чтобы мы, там, ели эти фрукты, ели овощи, пользовались, мы даже просто восхищаясь природой, летящей бабочкой, просто восхитившись, мы отдаем дань природе, благодарность ей отдаем, что она существует, благодаря тому, что я просто восхитилась бабочкой, природа мне благодарна, то есть, иначе зачем ей существовать, если ее нужность никто не оценит, вот вы просто идете и оцениваете вокруг, и кайфуете от того, что, блин, как круто дождь идет, как круто земля питается, как классно ветер шелестит, как офигенно красиво цветут цветы, то есть, вы этой благодарностью путем подмечания и то, что ой, как нужно, что этот цветок растет, меня порадовал, вы даете природе, которая вас слышит, которая вас чувствует, вы даете ей нужность дальше существовать для вас. Но когда вы идете и только топчете все, ничего не видите, природа начинает убивать. Убивать катаклизмами, убивать наводнениями, потому что люди забыли, ну вообще, кто они, для чего они, о благодарности, о принятии и о своем проявлении. Все забыли лишь бы что-то урвать, но при этом урвать без благодарности. Вы урывайте, пользуйтесь, да, но вы, по крайней мере, должны понимать, кто вам это сделал, для чего он вам это сделал, зачем вам это. А вам это нужно, чтобы вы брали ресурсы и из них что-то новое творили. То есть я взяла щит отворения в виде ручки, бумаги, сотворила книгу, а кто-то взял мою книгу и благодаря этим мыслям пошел и сотворил еще что-то. Понимаете, вот так вот мы творим, беря у друг друга ресурсы и говоря, благодарю, что ты мне нужен, да, спасибо, что ты, блин, родился и создал мне это, эти инструменты, благодаря которым я могу творить и свою нужность проявлять. И моя нужность также всем нужна, и мне нужна нужна всех людей. Не получится вот так вот жить дальше, пока мы не поменяем свое сознание. То есть наша планета идет на угасание. Люди идут не в развитие, а в регресс давным-давно, потому что все, ну, я не знаю, мозг людей, кажется, как будто на две части разделился. Одни вроде начинают что-то понимать, а другие, наоборот, пипец как деградируют. Природа смывает всех деградантов просто с лица Земли. И она молодец, тоже хорошо, я тоже это принимаю. Я не могу ничего отрицать вообще в этом мире, потому что мое непринятие, любое мое непринятие в сторону любой мелочи лишит меня моих желаний, понимаете? Потому что все ради моих желаний. Ну, я не хочу лишаться своих желаний, а лучше приму любую херню, правильное, неправильное, нужное, ненужное, и попробую рассмотреть с благодарностью, для чего это мне надо. Вот. А может быть, я не буду вставлять эту сейчас книжку по херу. Может быть, и не надо. А может, я сейчас выложу эти видео. Я не знаю. В любом случае, как напишу, так и напишу эту книжку. Да. В любом случае, как напишу, так и напишу, так и напишу, так и напишу, так и напишу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!